...по телефону. Нельзя! 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 Ещё раз! За любую провинность Тимофея бьют. Тело мальчика покрывают синяки, ссадины, у него проблемы с внутренними органами. Врачи считают, что от таких побоев Тимофей может умереть. Те синяки, которые у него есть на щеках, это больше похоже всё-таки на хлёсткие удары. У него может случиться кровоизлияние. В мозг, следовательно, он может, естественно, умереть. То есть это будет как инсульт. Пока опека бездействует, за дело взялась свекровь Кати Светлана. Она хочет лишить мать прав на Тимофея и забрать его себе. Вот только для начала она хочет тест ДНК, потому что Катя постоянно изменяла мужа. Материнский инстинкт вообще отсутствует у Кати. Дети вообще с ней находятся в опасности. Я говорю, спать ложусь, а не в голове. Просыпаюсь тоже, думаю о них. Сегодня в студии мужского-женского мы узнаем, за что Катя так сильно издевается над Тимофеем. Почему родной отец мальчика не заступается за него. И что покажет тест ДНК. Сегодня в нашей студии Виктор Булычев. Органы опеки не дают его семье спокойной жизни. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте, помогите мне, пожалуйста. Разобраться с опекой, если у тебя органы подойдут. Вы сюда-то с чем пришли? Ну, плакать. Что случилось? Я хочу ровняться, потому что органы опеки давят на меня. То, что говорят, им звонят каждый день на телефон, на звонки, говорят, что я нахожусь в пьяном состоянии. Звонят мне на работу к моему директору и задают такие вопросы. Так вас больше дети волнуют или звонки вашему директору со стороны органов опеки? То есть, получается, что у вас в семье все нормально, но кто-то на вашу семью жалуется. Да, не дают жизни. Слушайте, а семья-то у вас из кого состоит? Из двух детей, и супруги Катерины. А вы? Дочка Таисия и сын Тимофей. А Катя еще и беременна, правильно? Катя беременна, да. На 12-й день у нее. Скажите мне, пожалуйста, вы работаете? Да. Сколько вы зарабатываете? 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей? Да. Вам хватает на всех детей? Да, хватает. А вы в браке? В браке, но не с Екатерины, потому что... Теперь я понимаю, почему вам хватает на всех детей. А с кем вы в браке? До этого у меня была семья, как бы... Мне просто там девушка попросила расписаться для того, чтобы она получила квартиру. Хорошо, она квартиру получила? А ничего она не получила. А почему вы с ней не развелись? Она, то есть, ее просишь разведись спокойно, то есть, она... Не разводится. Не разводится. Не разводится. А сколько лет она уже с вами не разводится? Мне просто интересно. Получается, с Екатерины мы три года живем, и три года она, то есть, идет... Не разводится? Не разводится. А почему вы в суд не обратитесь и не попросите развода? Кто вам мешает? Я думал, что она по-человечески, думал, поведет себя. Слушайте, она по-человечески уже этого не сделала. Кто вам мешал пойти в суд и развестись? Вы детей новых рожаете, а еще с предыдущей женой не развелись. Вы у детей вписаны в свидетельство о рождении отца? Да, вписаны, да. Слушайте, а чего опека так вот взъелась-то на вас? В чем они обвиняют вашу семью? Вот эти вот анонимы, которые жалуются на вас? Я нахожусь в алкогольном состоянии каждый день, то есть... Пьяный? Пьяный, да. А вы пьете? Я выпиваю, но все мы люди выпиваем, но два раза в месяц я выпиваю. Все мы люди выпиваем. Нет, вы скажите мне, что в 20-м году произошло, что органы опеки так взъярились, что до сих пор на вас смотрят. А, 20-м году получалось, и это все такая ситуация. Нас прошел дома скандал с Екатериной Владимировной. Екатерина Владимировна взяла нож, и как она левша, я пытался вернуться и сам попал на этот нож. Она просто так нож взяла? Ну, как бы там получится скандал у нас с ней. Из-за чего? Из-за того, что я ей просил остаться дома, а она хотела идти с подружкой гулять. Она начала на меня кидаться, то есть хотела мне взять пощечину ударить, я ее толкнул. А она взяла нож, и получается, когда я начал разворачиваться, она левша. И ни о левой стороне как раз попала в область печени. А скажите, пожалуйста, она трезвая была? Она была выпившим в состоянии. В тот момент, когда приехала полиция, когда стали разбираться, когда у вас кровопотеря большая, вас отвезли на скорой в больницу, вы были в реанимации, да? Да, да, да. Дети где были? Дети находились с Екатериной Владимировной, потом Екатерина Владимировна дала детей к соседу. Она вас порезала, детей забрали, она получила условный срок. А вы ее простили за это? Получается, в первый же день прибежала в слезах ко мне в реанимацию, просила любимого простения, пожалуйста. Мне было очень тяжело. Ну, потому что вы заявление не писали. Да, да, я просил. Ее судили по факту, а не по вашему заявлению. По факту, да, вы судили, было по факту. Дети где были? Забрали, получается, детей на второй день. Сначала в комнату временного содержания города Назарова, после этого прошло... А город Назаров в какой области находится? Красноярский край, город Назаров. Красноярский край. Да. Мне детей отдали только на восьмом месяце, когда я уже сам старался добиваться, ходил, ходил каждый день в органы опеки и обивал пороги. Слушайте, ну вот вы любите своих детей, вы за них переживаете, бьетесь, а супруга ваша как к детям относится? К детям она относится хорошо, она к Таисии, к дочке их старше, очень хорошо относится. Как? То есть она ее приобнимет, ну, всегда... Подождите, у вас двое детей, скоро будет трое. А почему вы только про одного ребенка говорите? Почему она к Таисии хорошо? По Тимофею, когда мы забрали Тимофея в приюте, я не знаю, что с Катериной случилось, у нее не стало любви к нему. А вы у нее спрашивали, почему она так? Она мне все говорит, что там вы испортили моего ребенка, то есть у меня не стало к нему любви. Кто испортил? Это она вам так признается в этом? Да. Кто испортил? Артинский приют. Она выпивает? Выпивает и раз в месяц, может, два раза в месяц. То есть не пьющая, можно сказать. Не пьющая, да. Давайте посмотрим, как вы живете. Вот опека постоянно придирается, что у ребенка нету ничего. Вот у ребенка яблоки, бананы. Ну, здесь еще, правда, приправы стоят, лежат. Но ничего. Вот у нас в холодильнике вчера готовили курицу в духовке. Тася очень сильно любит сок. Ну, пирожки я не успела постряпать. Ну, правда, купила. Вот котлеты. Вот Тася любит наггинсы. Это наша комната, где мы проживаем с мужем и с ребятишками. Вот кроватка, где он спит. Вот дочина кроватка, где она спит. Вещей много хватает, не нуждаемся. Вот у нас платье. Четыре пара. Ну, это мы на Новый год одевали. Ну, правда, сразу два не получилось. Мы одно одевали. Вот опека постоянно до нас докапывается. Уже задолбали конкретно. Пускай лучше до других семей докапываются, которые реально находятся в конкретной... Да, это она Тимофея, так понимаю, поцеловала и вытерлась тут же, да? У вас пока общих двое детей. Да. У Кати есть же еще ребенок от первого брака, да? Да. Она сейчас проживает в данный момент с моей тещей. Давайте послушаем, что она нам рассказала. Мама оставила, ушла по своим делам пить с этим сожителем, когда они познакомились с их. Когда она оставила Машу, я обратилась в органы опеки, чтобы мама оставила ребенка. Мать, мать для нее ничего не делает. Элементы не платит, не общается, не приходит. Когда Маша родилась, она с Машей беременная ходила, пила. И курит она сильно, как мужик по-русски сказать. Она рожает, но я считаю, из-за денег. И Маша ей по ходу дела нужна из-за денег. Как давно ты в маму видела? Ну, давно уже? Ну, да. А ты по маме скучаешь? Ну, да. Они не приезжают. Какой долг у вашей несупруги сейчас по алиментам? Когда я лично знал, было 107 тысяч. Ну, вот она такая осталась. Долг, она, я сказал Катерине, пока мы сегодня не заявляем дочку, ты ничего платить не будешь. Почему? Потому что я считаю, она не должна быть у своей тещи, потому что там... Значит, теперь послушай меня. Подождите, она лишена прав. Она может пойти в суд и восстановиться в кровати. Она же этого не сделала. С недавних пор невыплата алиментов в определенном размере является не административным преступлением, а уголовным. Ты сейчас делаешь все, чтобы она все-таки села в тюрьму. А знаешь, за что она точно сядет? Вот этого видео ты не видел. Давай вместе посмотрим. Это 8 лет. А вы знали о том, что ваша супруга... Если вы будете соучастником, то и вы пойдете. Я такой вообще... Вы такой первый раз видите? Я такой сейчас первый раз, я уже там в шоке. Подруга Юля у нас была. Вот это сейчас происходит, все, у подружки Юли. Так может быть, это она звонит в опеку и жалуется на вашу семью? Я не могу вам сказать это. Давайте ее позовем и спросим, она это делает или нет. Ты какого хрена Витя врешь, скажи мне? Тебе нравится, как она избивает детей, нет? А я это видел. Ты дома видишь, как она их бьет. Если бы не я, она бы их прибила. А я это видел. Ты видел дома, как она избивает детей. Я не видел. Ну ты ее останавливаешь, но она все равно бьет. Почему обратилась я? Почему? Я это не видел, Юля. Юля, и это еще не худшее видео. Потому что в тот момент я заступалась за детей, чтобы она их не убила. То есть вы хотите сказать, что это еще лайт вариант? Да. А что было-то, чего мы не видели? Она его чуть вилкой не заколола, я ее остановила. Я ей сказала, ты что делаешь вообще? Подождите, что значит чуть вилкой не заколола? Она подошла с вилкой. Он орал, психовал. Я, говорит, сейчас тебя хочешь ударю, и у тебя восемь дырок будет. Я подхожу и говорю, Катя, ты что, с ума сошла? А сколько лет ребенку? Ребенку сколько лет? Маленькому? Да. Год и три Тимофею. Юль, ну подождите, одно дело просто сказать, сейчас я там ударю. Вы реально думали, что она может это сделать? Да. Да. Ты что, с ней? Всё. Ты что, с ней? Кто меня остановил? Я różно, narratives. Спасибо, секунд.